Девчонки, всем привет! Сегодня я хочу с вами поделиться своими советами, информацией, которая была для меня важна и актуальна в первую неделю жизни с малышом. Я надеюсь, что для вас она тоже будет полезна. В целом, я решила записать это видео, потому что, когда я была беременна, когда я готовилась к вот этим первым дням, морально готовилась физически, для меня было важно увидеть вот таких же реальных людей, которые делятся своим опытом, и меня это очень успокаивало и обнадеживало, что если получилось у них, то получится и у меня. Поэтому давайте не будем затягивать. Итак, мои 12 советов, что было важно в первую неделю жизни с малышом. Совет номер один. Принцип «темно, тепло и тихо». Этот принцип актуален, в принципе, как и для периода родов, потому что данная обстановка, она облегчает состояние для мамы и для малыша, и мы приняли решение продолжить вот этот принцип и в первые дни жизни малыша. Почему это важно? Потому что ребенок находился 9 месяцев в животе, где было достаточно темно для него, где было тепло и где было относительно тихо, в связи с тем, что все звуки глушились нашими тканями, да, околоплодными водами, поэтому ребенок находился вот именно в такой атмосфере. Поэтому важно эту атмосферу дать ему и в первые дни, чтобы ему было проще адаптироваться к новым условиям жизни. Этот принцип по возможности мы соблюдали и в роддоме, и, соответственно, дома уже в полной мере. Второй совет — это подготовить быт. Да, это звучит крайне банально, но сейчас меня это безумно выручает, потому что еще на крайних неделях беременности, где-то там на 36-37-й, во-первых, я сделала заготовки продуктов, то есть у меня сбита морозилка, у меня были готовы сейчас бульоны, у меня были некоторые заморозки, полуфабрикаты там по мясу, какие-то блинчики с мясом, с творогом. Все это домашнее, все это из качественных продуктов, потому что это важно для правильной лактации, для налаживания грудного вскармливания, что было для меня также важно. И постарайтесь в первые дни кушать как можно более теплую, свежую пищу, потому что это также важно для ГВ, если вы, конечно, планируете ребенка самостоятельно кормить. Также, что касается налаживания быта, продумайте, возможно, какие-то еще моменты, как вы будете питаться, как будет питаться вся ваша семья. Возможно, это будут какие-то столовые либо доставки еды, которые вы найдете заблаговременно. Возможно, это будут какие-то магазины с готовой продукцией. У нас есть недалеко вкусовилл, и там действительно можно найти также качественные продукты, собственно, чем мы сейчас и начинаем уже пользоваться, потому что мои запасы иссякают, поэтому переходим частично на какие-то магазинные полуфабрикаты, ну и потихонечку начинаем сами готовить. Дальше, что еще касаемо быта. Подготовьте близких, возможно, вам смогут помогать муж, бабушки, малыша. Возможно, у вас есть ресурс на то, чтобы обеспечить клининг, либо чтобы к вам просто приходил кто-то домой и помогал с уборкой. Для меня было первые дни сложно отпустить этот момент, потому что я привыкла, что виду будет определенным образом, и когда бытовая часть в основном перешла на мужа, он делает все отлично, но не так, как я привыкла. И вот этот момент необходимо себя тоже подготовить, что расслабляемся, отпускаем и делегируем максимально все, что можно, потому что первое время нам необходимы силы на восстановление, на то, чтобы просто немножечко поспать, потому что малыш не всегда позволяет это сделать в достаточном количестве. В общем, расслабляемся и максимально подготавливаем себе вот эту почву по питанию, по уборке, по быту. Возможно, еще какие-то моменты для вас важны. Например, у вас есть уже дети, и вам нужно, чтобы кто-то их привозил в садики, в школы. То есть вот эти моменты максимально для себя подготавливаем, чтобы нам было спокойно, и мы могли комфортно восстанавливаться хотя бы первое время. Третий совет — найдите консультанта по грудному вскармливанию. Я его не искала заранее. Мне казалось, что, ну, в принципе, по факту, наверное, разберемся. Это же такой вроде естественный процесс грудного вскармливания. Ты там приложил ребенка, и он сам начал кушать, ты сама приложила его как необходимо, и все вот так чинно-благородно. Нет, у нас это, по крайней мере, было не так. Получается, первая неделя, ну, первые несколько дней мы были в роддоме, там меня искусали до крови, потому что ни я не знала, как правильно приложить ребенка, ни ребенок не знал, как правильно вот эти действия совершать. Поэтому в роддоме у нас все как бы так, криво-косо пошло. Дальше, как только я оказалась дома, я нашла консультанта по грудному вскармливанию. Прекрасная девушка, которая пришла буквально на дом. Мы с ней провели, наверное, около двух часов в процессе консультации. Она показывает непосредственно на ребенке, как необходимо держать, буквально под каким углом, какие звуки он должен издавать, а какие он не должен издавать, то есть что говорит о правильном заглатывании, а что о ошибочном, которое может привести к попаданию воздуха, к коликам, ну, и там неприятным последствиям, да, с которыми придется потом сражаться. Вот наша консультация стоила около трех тысяч рублей, и это было одним из лучших вложений, которое было совершено нами вот в первые дни жизни малыша. Собственно, пару советов сейчас, которые нам дали, которые для меня были открытием. Как бы понятно, что ребенка мы держим на руке. Еще буквально в роддоме я брала ребенка, то есть вот здесь на локтевом сгибе голова, в руке у вас попа, вы его прикладываете, и он там что-то пытается кушать, вы его пытаетесь как-то держать. У нас, как я сказала, все было изгрызано до крови. В чем были мои ошибки, которых вы можете не совершить? Я когда брала, я была очень напряжена, я переживала. У меня было вот так вот зажато плечо, потому что я ребенка думала, нужно же его поближе сюда поднять, да? У меня было зажато плечо, у меня была напряжена рука обин, то есть когда к разным. У меня действительно как будто перенакачивали прям руки были по прошествии пары дней кормления. Так вот, вот это вот действие и зажатие этого не должно быть. Правильно расслабить плечо, опустить руку. Здесь в кадре не видно, да, но мы опускаем руку, и малыш у нас оказывается действительно вот немножко снизу, и он подтягивается к вам, то есть носиком он должен быть направлен к груди, и он немножко подтянется и захватит так, как ему это необходимо. Следующий момент, который был для меня открытием тоже, то, что ребенка нужно держать не вот так вот ровно, да, к себе, а то, что вы рукой регулируете и направляете его. И как показала консультант, и нам это действительно очень помогло и подошло. Малыша мы немножечко уводим вот сюда вбок. Здесь у нас лежит как бы попка, да, вот здесь тельце, и вот сюда ножки пошли. И вот этот вот сгиб у нас должен уходить вот сюда, то есть малыш как бы огибает вас ножками, ножки уходят за вас, и он у вас лежит вот здесь, кушает. То есть ручкой вы немножечко его увели сюда, и он немножечко снизу. Изначально я держала максимально вот так близко и ровно к себе, и это было ошибкой, и мы за нее немножко поплатились. Почему вообще еще я пригласила консультанта по ГВ, потому что наш малыш по прошествии пары дней дома начал беспокоиться по поводу животика, то есть он начал подтягивать коленочки, он начал вот крючиться, конюдиться, и мы понимали, что это связано именно с настройкой ЖКТ, с пищеварением, да, и чем помочь. Мы понимали, что там массажики, начали подключать их как-то очень робко, аккуратно, но основной у нас упор и основная помощь. Ее оказал вот консультант по ГВ, поэтому, пожалуйста, если есть возможность, заблаговременно найдите консультанта, договоритесь, возможно, там о встрече, чтобы где-то пускают в роддом консультанта. Если нельзя, то хотя бы там в первые дни дома сразу, потому что это колоссально облегчит жизнь как вашему ребенку, так и вам в целом. Четвертый совет. Все так же касаемо питания. Питание ребенка — это действительно такой большой блок, который мы налаживали в первую неделю. Это была главная такая задача. Что мы поняли опытным путем? Важен порядок, порядок действий, которые вы совершаете. И вот четвертый мой совет — это переодевайте ребенка сразу после того, как он проснулся. То есть меняйте подгузник, купайте его, там подмывайте, да, сразу после того, как он проснулся. У нас он плачет периодически, потому что, ну это если затянуть немножко процесс переодевания, да, если вы упустили начальный этап, когда он только начинает там просыпаться, конюдится, вот в идеале в этот момент его уже взять, подмыть, переодеть, пока он не окончательно проснулся. Если проснулся, то может на вас поругаться за то, что вы его так подупустили. Так вот, сначала необходимо подмыть и переодеть. Почему это важно? Потому что когда мы подмываем, мы крутим-вертим ребенка, когда мы переодеваем, меняем подгузник, мы тоже крутим, там, ребенка немножечко то положили, то взяли, то приподняли, чтобы подгузник поддеть. И во все эти моменты, если ребенок у нас поест изначально, и потом мы будем совершать эти действия, то возможно срыгивание. Как, в принципе, говорят, что срыгивание — это нормально, допустим. Но это пугает и ребенка, и в первую очередь взрослых, потому что ты не понимаешь, все ли хорошо с ребенком, не пошло ли это в нос, то есть дышит ли он. Это достаточно такие волнительные моменты, особенно на первых порах. И поэтому моя рекомендация — сначала переодеть, подмыть, а потом уже можно будет переходить к купанию. И даже мой пятый тогда совет — это после переодевания сделать еще массажик для живота. В чем он заключается? Вы коленочки ребенка поджимаете к животику и немножечко проворачиваете по часовой против часовой стрелки, по нескольку раз. Посмотрите, сколько вам это необходимо. Это будет зависеть также от того, будет ли ребенка беспокоить животик или нет. Мы, в принципе, чтобы помочь процессу пищеварения, чтобы правильно, органично выходили газики, мы ребенку помогаем массажиками и выкладыванием на живот. Поэтому это вот пятый совет до кормления, опять-таки, совершить и эту процедуру. Соответственно, после того, как мы подмыли и переодели ребенка, сделали ему массажик, мы его покормили. И следующий шаг, это мой шестой совет, поддержать ребенка столбиком. Почему это важно? Потому что у ребенка правильно пойдет, допустится молочко в желудок, и он не будет тогда срыгивать. Почему вообще происходит срыгивание? Потому что еще не до конца сформировалась и окрепилась система пищеварения, и у ребенка вот этот клапан, который закрывает желудок сверху, не дает содержимому выйти наружу, он еще достаточно слабый, еще не разработанный. Поэтому, возможно, срыгивание, говорят, что это норма. Но еще раз повторюсь, что это довольно волнительный момент, которого хочется избегать, по крайней мере, мне так спокойнее жить. Поэтому после кормления, мой шестой совет, держим ребенка столбиком. Здесь необходимо держать его не под попу, мы держим его, прижимая к себе. То есть ручкой мы прижимаем попу к себе, мы здесь прижимаем плечики, и голову, получается, мы придерживаем, фиксируем. И вот таким образом мы носим ребенка там 15-10 минут. В принципе, с этой ролью прекрасно справляются и папы. Если у меня, например, устала уже спина, то просто малыш идет к папе, и они ходят 10 минут, там обнимаются. И тогда ребенок действительно не срыгивает, и от этого спокойнее всем. Следующий мой седьмой совет — это поворачивайте ребенка на бочок, и особенно голову на бочок после кормления. Почему это важно? Все ровно по тому же, что возможно срыгивание. И чтобы ребенок не захлебнулся, если он будет лежать на спине, и особенно мы это, кстати, испытали в коконе, когда ребенка, если ты не поносил, если даже ты его поносил там недостаточно, чтобы все прошло, опустилось, и мы клали его вот на спинку, в кокон, то срыгивания практически со стопроцентной вероятностью случаются. Поэтому что важно? Если в кроватке, например, ребенок, кладем его на бочок, головка тоже на бочок, сзади, под спинку можно из пеленки скатать, ну вот просто свернуть такой валик и под спиночку положить, чтобы он не заваливался назад. Все, таким образом ребенок уже будет обезопасен в плане того, что он не захлебнется, даже если он срыгнет. Sorry, как бы темы такие, не самые эстетичные, но это безумно важно, особенно когда первые разы сталкиваешься с вот этим актом, ты в растерянности, испуган, испуган ребенок, он может начать икать, сам просто в шоке малыш находится, и лучше такого, в принципе, не допускать, так всем будет спокойнее и комфортнее жить. Восьмой мой совет — это приобретайте молокоотсос. Я не приобрела до рождения малыша молокоотсос, потому что отсрочила этот момент с целью проверить, точно ли все у нас будет в порядке с лактацией, с ГВ, да, придет ли молоко. У нас все было по стандарту, там на третий-четвертый день уже было молоко, и прям вот этот приход основной, да, он давал дискомфортные ощущения, и молокоотсос помог спастись. То есть можно было сцедить это молоко, которое прибыло в достаточно большом количестве. Я даже оставила это, ну вот эти излишки, скажем так, да, в пакетах для заморозки специальных, которые можно приобрести, на маркетплейсах в детском мире, где угодно. И в этих пакетах для заморозки я заморозила молоко, потому что это первое молоко, и оно еще достаточно насыщенное, жирное. Это вот такое переходное состояние от молозива к молоку, и оно очень ценное по своему качеству, по питательности. Поэтому излишки я сцеживала, чтобы они не доставляли мне дискомфорта, и я их оставляла, замораживала на тот случай, если понадобится ребенка когда-то докормить. Вот, ну то есть это уже на ваше усмотрение, но молокоотсос — это мой восьмой совет, который мне очень даже помог и облегчил мою жизнь на несколько дней. Также этот молокоотсос сейчас я использую для того, чтобы оставить питание для малыша в бутылочке, если мне нужно куда-то отскочить буквально там на часик-два, я оставляю ребенка папе, бутылку папе, и они прекраснейшим образом справляются без меня несколько часов. Поэтому штука полезная, но здесь смотрите на ваше усмотрение. Возможно, стоит так же, как и я, посмотреть все ли будет в порядке с лактацией, и если да, то тогда уже купить, потому что в любом детском мире легко достать этот молокоотсос. Мой девятый совет — ситуация, с которой мы столкнулись. У нашего малыша в последний день в роддоме и дальше, когда мы уже приехали домой, начал закисать глазик. В чем проявлялось это? В том, что текла слезка из одного глазика, она становилась немножко такая желтоватенькая, слепались реснички. В общем, такое состояние, немного напоминающее конъюнктивит, но это не оно. Мы обратились за консультацией к знакомому детскому окулисту, и нам подсказали, что это крайне часто встречающаяся ситуация, паниковать не нужно от слова совсем. Что можно делать? Протирать глазик фуруцелином. Фуруцелин — это такое средство, которое можно приобрести в аптеке. Оно вот как раз помогает там при конъюнктивитах, еще какой-то спектр действия у него есть. И суть в чем? Протираем таблеточку, разводим в водичке, смачиваем ватный диск, немножко отжимая, чтобы было помягче, не затекало это все ребенку в глаз. И важный момент — от внешнего к внутреннему уголку глаза мы протираем глазки. Протерли влажным ватным диском и в том же направлении чистым сухим ватным диском. На каждый глаз идут разные ватные диски. То есть всего у нас идет 4. влажный и сухой, влажный и сухой на другой глаз. Вот такой гигиену мы проводили малышу несколько раз в день. По большому счету, после практически каждого пробуждения, во время гигиены, смены подгузника, мы протирали глазки, и у нас эффект был на лицо уже через пару дней. У меня тут мой компаньон немножечко переживает. Просыпается малыш, поэтому у меня есть еще буквально пару минут, чтобы договорить свои мысли для вас. Мой десятый совет — пеленайте малышей. Особенно это важно в первое время, потому что еще с роддом наш малыш начал вскидывать ручки, ножки во время сна. Тем самым он будил себя, тем самым просыпались мы, и постоянно необходимо было за ним смотреть, контролировать, все ли нормально, укачивать заново. Поэтому первую ночь немножко мы поэкспериментировали без пеленания. На следующую ночь, сны последующие, мы уже пеленали маленького, потому что это облегчает жизнь, как ему он высыпается и ощущает себя гораздо более спокойно, гармонично. И, соответственно, для взрослых это тоже большая помощь, потому что можно хотя бы там часик-два в лучшем случае попытаться поспать. Одиннадцатый мой совет — это спите вместе с ребенком. Пока спит ваш малыш, оставляем все дела, оставляем всю какую-то вот второстепенную деятельность и стараемся лечь и поспать хотя бы полчаса, хотя бы час, потому что ночью все равно, но особенно маме придется вставать, дежурить, кормить и так далее. Поэтому, пожалуйста, восстанавливайтесь и хотя бы первое время расслабьтесь и позвольте себе отдыхать. Я стараюсь это делать. Не всегда у меня получается отпустить какие-то задачи и дела, которые хочется еще сделать в течение дня. Но стараемся, учимся. И последний мой двенадцатый совет — это если у вас есть возможность сделать в роддоме свидетельство о рождении, то подготовьте все документы. Вам, по идее, должны сообщить список необходимых документов для этого. Девчонки, это были основные мои советы. Достаточно сумбурно получилось, но мне очень хотелось с вами поделиться каким-то своим опытом первым, знаниями. К сожалению, я не могу пока сделать это максимально структурированно и красиво понятно, потому что мой командос маленький, он же мой сын, уже начинает просыпаться, и все мое внимание уходит самому важному человеку на данный период жизни. Я была очень рада, если вам понравилось и было хотя бы немного полезно мое видео. Очень надеюсь, что скоро мы сможем более продуктивно общаться, и я смогу вам быть еще более полезной, потому что у меня масса мыслей, которыми хочется с вами поделиться. опытом. Такие видео были важны для меня, когда я была беременна, когда я только изучала, смотрела информацию, и опыт, которым делились девчонки, для меня был какой-то такой важным источником информации, потому что это нативный опыт, живой, и ты понимаешь, что если они выжили, то и у меня все получится. Поэтому я хочу вас вдохновить на то, чтобы вы не переживали, чтобы вы постепенно готовились, узнавали информацию, и все-все у нас с вами получится. Вот. Я была рада, если вам было полезно и интересно. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok